Всем привет-привет! Вот у меня такая радость! У меня созрела первая ягодка на дюке. Вот этому дюку три годика. Вот там дальше еще один стоит, вон там вдалеке. На нем пока ягодок нету. Они очень хорошо цвели, очень хорошо. В прошлом году было первое цветение, им было два годика. А в этом году прям все-все-все были в цветах, многое завязалось. Но вот такая погода была холодная, завязи, к сожалению, поотваливались. Потом были сильные ветра дожди. Просто пообрывало все мои ягодки. Но вот одна на этом сохранилась. Это дюк-ночка. Дюк – это гибрид черешни и вишни. И вот каждый дюк, он индивидуальный, каждый сорт. Они не похожи друг на друга. Вот их два, они отличаются и по кроне. Вот это больше какая-то вишневая крона, да, вытянутая. Зато его где-то метра два. Вот тут второй пониже, хотя он растет в более таких лучших условиях. Он такой, какой-то кругленький. Он растет и в ширину, и в высоту. Но, по крайней мере, я знаю, что мои дюки имеют у меня на участке опылителей. Поскольку дюки сама бесплодны вообще, то есть не надо сажать пару, можно купить один дюк, потому что пыльца у него стерильная. Дюк никого не опыляет. Ни дюка, ни вишню, ни черешню. Все это дерево бесплодное. Но у каждого сорта есть свой опылитель. Кто-то опыляется черешней, кто-то опыляется вишней. Я не знаю, какой, чем у меня опылился, но я точно знаю, что ягоды у меня завязались, значит, опылитель у меня есть. У меня есть и черешня встуженка, вот она сзади меня сейчас, и есть и вишенка. Специально вишенку держу, как опылитель дюка. Вот посмотрите, манилиозом он у меня не заболел, ни один, ни другой. Вот в прошлом году вот тот вот дальний заболел клястью спариозом. В этом году я его весной опрыскивала, и вот если вишни в клястью спариозе, не в дырчатой пятнистости, то там у меня все чистенько. И здесь вот чистенько, причем без всяких обработочек. Вот они довольно устойчивы к болезням. То есть вишни болеют. Черешня даже в этом году заболела манилиальным ожогом, когда она считается все равно очень устойчивым деревом. Но все равно вот такая погода, вот эта холодная, дождливая, спровоцировала заболевание. Конечно, она болеет не так сильно, как вишня. Вот она, вот она, моя красавица. А встуженка мне ее драздны все обьепали. Но вот они совсем рядышком. Что я сейчас буду делать на одюке? Ну как, на всех косточковых и вот кровь черешни, видимо, у него сказываются очень длинные побеги. Более 60 сантиметров даже. Немножко я опоздала. Вот удаляю точку роста. Для чего? Чтобы мне не делать весной обрезку. Чтобы сдержать рост вот этих побегов. Сейчас они будут расти в толщину. Они могут дать вот здесь вот разветвление. У нас это немножко опасно, потому что все-таки у нас лето короткое, достаточно холодное. И вот эти боковые побеги могут не вызреть к земле и просто погибнуть. Но надеюсь, что все будет хорошо. Если боковые побеги пойдут, то они у меня вызреют. А если не пойдут, ну, значит, весной будут у меня побеги уже расти на этих веточках. Вот так вот каждую ветку, которая длинная, я отщипываю кончик. Точку роста вот так вот пальчиками беру. Вот так вот. Бжик. Отщипываю. Но можно вырезать побеги. Вот я попыталась сломать. Или поздновато, или вот у них такая вот склонность. То есть вот такие побеги, которые внутрь крона растут. Вот видите? Вот его надо отрезать. Ну, отгибать тут, пожалуй, ничего не надо. Я немножко отгибала веточку. Углы у нее достаточно хорошие. Вот посмотрите. Вот угол отхождения вполне хорошие. Сделаю я корректировочку. Вот, кстати, вот эта ветка, на которой висит черевишенка, вот она, она у меня отогнута. Она привязана к земле, потому что угол был, видите, вот там островатый угол. Вот он. Вот, видите? Вот угол 145. Сам угол мне отогнуть не удалось. Вот я отгибала ветку, просто изменила угол наклона ветки. Ну, вот такие вот дела. Ну, сейчас самое главное, попробуем вишенку, черешенку. Какая же она на вкус. Вот она вот такая вот кругленькая, но вот такая красивенькая. Внешне она, даже не знаю, вишня, черешня. Отрыв вот такой у нее влажный. Вот, видите? Не сухой отрыв. Сейчас попробую на вкус. Такая кисловато немножко. Больше похоже все-таки на вишню, но без горечи. Все-таки черешня послаще. Ну, вот такая вот у меня черевишня. Сорт, кстати, называется Ночка. А вот тот вот дальний, вон он, вон стоит. Это Славяночка. На Славяночке еще ничего не удалось попробовать. Так что вот такая у меня... Ого, сосед ржет. Мне все испортил. Ну что ж, пока-пока. Спасибо.